14 глава Третьей книги царств 15 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 глава Третьей книги царств Ибо он один у Иераваама войдет в грубницу, так как в нем из дома Иераваамова нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иераваамов в тот день, и что даже теперь? И поразит Господь Израиле, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиле за грехи Иераваама, которые он сам сделал, и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иераваамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Пророка. Прочие дела Иераваама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иераваамова было двадцать два года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Раваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. Сорок один год было Равааму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его — Наама Аммонитянка. И делал Иуда неугодное перед очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На пятом году царствования Раваама Сусаким царь египетский вышел против Иерусалима. И взял сокровище дома Господня и сокровище дома царского, все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, и потом опять относили их в палат телохранителей. Прочие о Равааме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Раваамом и Иераваамом была война во все дни жизни их. И почил Раваам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его — Наама Амманитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него.